Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова и в начале коротко о главном. Дети против аварий на дорогах. Школьники Махачкалы приняли участие в акции по профилактике ДТП. Мы провели данное мероприятие именно с юидовцами. С трех-четырех школ собрали юидовцев и провели профилактическую акцию. Чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, так же пешеходам тоже. Представляете правила дорожного движения! Недолго гулял на свободе. Полицейские задержали молодого человека, укравшего телефоны на 300 тысяч рублей. Вот отсюда телефоны взял, пять телефонов, и парсетку закинул, и вышел оттуда. Поехал в Каспийск, продать хотел. Друг позвал туда. И вдруг приехал. Дал ему два телефона, чтобы он продал. Благодарность за труд. В столице республики продолжается акция по доставке горячего питания медикам, работающим в красной зоне. Это знак внимания, это приятно для врачей. Это говорит о том, что вы нас поддерживаете. В Дербенте погоня за преступниками закончилась несколькими ДТП. Полицейские города начали преследование за подозреваемыми в совершении преступления. В результате погони пострадало несколько автомобилей. Подробности происшествия выясняются. Грузовик КАМАЗ под управлением жителя Дагестана столкнулся с автомобилем Нива на территории Калмыкии. В результате дорожного происшествия погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МВД соседнего региона. ДТП произошло накануне на федеральной автодороге Каспий в Киченеровском районе. По предварительным данным, водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Все погибшие – местные жители. Водитель грузовика не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей. Дети против аварии на дорогах. Школьники Махачкалы приняли участие в акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие было организовано Управлением транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы с участием представителей городского управления образования и ГИБДД города. С водителями и пешеходами провели профилактические и разъяснительные беседы. Раздали информационные листы и памятки. В преддверии каникул у нас было очень много дорожных происшествий, связанных с детьми. И в рамках этого мы провели данное мероприятие именно с ювидовцами. С трех-четырех школ собрали ювидовцев и провели профилактическую акцию, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, так же пешеходам тоже. Деконструкция Каракмасова сделана для удобства горожан. Здесь будет пешеходно-ориентированная улица. Это сделано для того, чтобы было удобство. Как переходить к детям правильно, как парковаться правильно. Машины паркуют не по правилам дорожного движения. Будьте добры, соблюдайте правила дорожного движения. Сегодня мы здесь собрались с целью проведения акции по безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма в средине несовершеннолетних. В нашей акции участвовали дети различных школ города Махачкалы. Мероприятие проводится совместно с управлением транспорта и промышленностью администрации города Махачкалы. Наши дети раздали информационные буклеты водителям транспортных средств с очередным напоминанием о том, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения! В полицию Махачкалы обратился 24-летний местный житель с заявлением, что неизвестный проник в его магазин сотовой связи и украл 7 мобильных телефонов на общую сумму 333 тысячи рублей. Полицейскими установлен и доставлен в отдел ранее судимый 17-летний житель Коробудахкенского района. В ходе допроса он сознался в содеянном и рассказал, что выдавил стекло, пролез в торговое помещение и присвоил дорогостоящие смартфоны. Позже злоумышленник поехал в Каспийск с целью продажи гаджетов, однако был задержан правоохранителями. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас за что в отдел полиции доставлено? Кража. Расскажите, что за кража? Телефон украл. Где украли, как украли? Махачкаля. Зашел в магазин через окно и взял оттуда телефон, который телефон поставил еще. Вот отсюда телефоны взял, пять телефонов, и барсетку закинул, и вышел оттуда, поехал в Каспийск, продать хотел. Друга позвал туда, и друг приехал, дал ему два телефона, чтобы он продал. Он поехал в Махачкалу, и он, как он поехал, приехали по песнике, не за эти пять. Порядка четырех с половиной тысяч сведений об объектах недвижимости Дагестана внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом заявил руководитель управления Росреестра по Дагестану Арсен Пермагомедов на встрече с представителями республиканских СМИ. Он отметил, что данной работой занимаются только органы государственной власти и местного самоуправления. От правообладателей ранее учтенных объектов никаких действий не требуется, кроме как обратиться с желанием вновь зарегистрировать свой земельный участок. Уже после беседы в неформальной обстановке руководитель регионального управления Росреестра наградил журналистов за сотрудничество. Без помощи средств массовой информации зачастую довести до широких масс населения какую-то информацию бывает сложной. Мы можем у себя на сайте размещать информацию, можем у себя в Инстаграме, в других мессенджерах и средствах масс информации это все дело опубликовать. Но без широкого освещения какую-то информацию довести бывает сложно. И поэтому я хотел в первую очередь вас поблагодарить за совместную работу. Я считаю, в прошлом году мы с вами неплохо отработали. Многие наши идеи, они дошли до людей. Это мы видим по количеству обращений от жителей, от органов местного самоуправления. И я считаю, что нам с вами нужно эту работу продолжить и в следующем году. В каких плоскостях, на мой взгляд, мы взаимодействовали и будем взаимодействовать. Безусловно, это не только само освещение нашей деятельности, но это и те новации, те законопроекты, которые курирует Росреестр. На федеральном уровне Росреестр не просто пролоббировал и был инициатором, а вот на сегодняшний день реализует ряд законопроектов, которые должны облегчить жизнь нашим жителям. Речь идет не только о дачной амнистии, о ее продлении и о гаражной амнистии, но и такие законопроекты, как, например, 518-й федеральный закон, который позволяет в упрощенной форме при выявлении правообладателей вносить эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Что, безусловно, и в последующем повышает налогооблагаемую базу, дает денежные средства именно органам местного самоуправления, потому что земельный налог – это местный налог, то есть это все деньги, которые пойдут для самих же жителей конкретных населенных пунктов. Далее наш выпуск продолжит короткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». После расскажем об акции и помощи медикам, работающим в красной зоне. За незаконное отключение света и воды будет грозить серьезное наказание. Соответствующий законопроект приняла Госдума Российской Федерации. Напомним, в Дагестане в 2021 году произошло несколько случаев массового нарушения работы электросетей, из-за которых оставались без света от 100 до 200 тысяч жителей. В целом, только по линии энергохозяйства износ сетей в регионе варьируется на отметке 70%. Теперь при первом таком нарушении должностные лица заплатят штраф до 10 тысяч рублей, юрлица – до 50 тысяч. При повторном же нарушении должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч, тогда как юридическим – до 200 тысяч рублей. Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия прикатил уголовное дело в отношении ректора Дагестанского государства медицинского университета Сулеймана Мамаева. Как сообщает пресс-служба суда, ранее он признал свою вину в фиктивном трудоустройстве своего племянника в поликлинику ВУЗа, раскаялся, а также возместил ущерб от своих действий – чуть более 69 тысяч рублей. В итоге суд наказал Мамаева штрафом в размере 30 тысяч рублей. Двухмесячный ребенок погиб в детской больнице Буйнакска после того, как ему сделали жаропонижающий укол. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данным следствия, ребенок находился в медучреждении на стационарном лечении. У младенца повысилась температура и ему ввели инъекцию, после которой состояние малыша резко ухудшилось, а позже наступила смерть. В Дагестане стартовала регистрация на посещение уникального передвижного музея «Поезд Победы», который прибудет в Махачкало 13 февраля. Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В акции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Каждый вагон в составе поезда музея посвящен отдельной теме. Из-за особенностей экспозиции посещение организуется сеансами каждые 5 минут небольшими группами до 12 человек. Все лучшее врачам. В Махачкале продолжается акция по доставке горячего питания медикам, работающим в красной зоне на дежурстве. Инициатором акции выступил колледж имени Башларова. Студенты, преподаватели и руководители учебного заведения прибыли, чтобы выразить благодарность и внимание врачам. Все подробности у Карима Даниева. Пицца, чуду, соки, а самое главное – внимание. На этот раз организаторы горячего питания посетили Республиканскую клиническую больницу номер 2 и Центр инфекционных болезней. Обеды медикам привезли прямо на рабочее место. Это своеобразная возможность сказать спасибо героям в халатах, сражающихся с невидимым врагом. Сегодня нами проводится акция, начатая главой республики Меликовым Сергеем Алимовичем в поддержку врачей, работающих в красной зоне. С нашей стороны это такая небольшая, маленькая, но от всей души искренняя благодарность тем людям, которые сегодня спасают жизни наших родных, близких, а может быть в будущем и наших собственных жизней. Огромное спасибо тем врачам, которые здесь работают. Но в будущем мы постараемся еще больше участвовать в подобных акциях, потому что мы на самом деле тыл в этой большой войне на передовой, в которой сегодня стоят наши врачи, медицинские сестры и другие работники наших больниц. Врачи выполняют свой долг и не требуют ничего взамен. Тем не менее признаются, что подобные знаки внимания им приятны, а добрые эмоции в свою очередь дарят им новые силы в работе. Трудиться, по словам медиков, порой приходится сутками, не выходя из больницы. Было очень приятно, что поддержку врачей, работающих в красной зоне в это тяжелое время, была организована такая акция со стороны Единой России, городского собрания, Министерства молодежи. Это знак внимания, это приятно для врачей, это говорит о том, что вы нас поддерживаете. Мы со своей стороны выполняем свой долг, помогаем в обеспечении безопасности лечения пациентов, и эта поддержка нам очень приятна, мы вас благодарим. Напомню, такая акция стартовала в республике благодаря главе, а далее ее подхватили предприниматели, общественные деятели и другие активисты Дагестана. Совместными усилиями такие мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока мы не победим эту болезнь. Карим Данив, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Абдул-Рашид Садулаев пока не гарантировал себе выступление на чемпионате Европы, который пройдет в конце марта в Будапеште. Путевку на престижный турнир двукратный олимпийский чемпион должен будет оспорить с чемпионом Европы Алиханом Жабраиловым, либо с призером недавнего гран-при Иван Ярыгин Шамилем Мусаевым. Отметим, что участие в чемпионате Европы себе уже гарантировали два наших вольника – Абаз Гаджи Магомедов и Даурен Куруглиев, победившие на Ярыгинском турнире. Следующий бой Умара Нурмагомедова в UFC пройдет 6 марта. Дагестанский боец станет участником турнира Лиги в Лас-Вегасе. Соперником дагестанца в октагоне будет американец Брайан Келлихер. Спортсмены предоставляют легчайший вес. Напомним, Нурмагомедов выступит под эгидой UFC во второй раз. Его серия побед в ММА составляет 13 боев к ряду. Келлихер же провел в ММА около четырех десятков поединков, выиграв 24 из них. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Instagram и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!